Здравствуйте, с вами Александр Галилов. Я планировал показать, как происходит обработка оцифрованного двухтонального сигнала средствами микроконтроллера. Но внезапно осознал, что ничего интересного там не получится, если зрители не в курсе некоторых самых базовых принципов, используемых в таких алгоритмах. Поэтому сейчас просто и наглядно, почти на пальцах, я расскажу, а главное покажу, что такое и как работает преобразование Фурье. Без которого никак не обойтись в алгоритмах цифровой обработки сигналов. Вы убедитесь, что математика может быть не только сложной, но и красивой. Большинство распространяющихся в природе колебаний, механических, электрических и даже гравитационных, имеют гармонический характер. Перед вами наша самодельная лаборатория. Если бы в мою студенческую пору мне вот так все объясняли, я бы не настолько сильно ненавидел матанализ. В верхней части мы видим график исходного сигнала. По горизонтальной оси показано время. Здесь все условно. Будем считать, что весь этот кусок имеет длительность в одну секунду. Под сигналом внизу слева плоскость с координатными осями. Это так называемая комплексная плоскость, на которой в виде точек можно отображать комплексные числа. Но мы пока не будем обращать внимание на это слово. Считаем, что это обычная координатная плоскость с осями абсцисс и ординат, как это изучают в школе. Справа от комплексной плоскости у нас график, показывающий амплитуды колебаний по частотам. Чтобы увидеть, как он заполняется, я выставляю начальные параметры внизу и запускаю моделирование. На комплексной плоскости появилась вращающаяся белая линия, по которой бегает красная точка. Одновременно такая же точка бегает по линии графика сигнала наверху. Я нажимаю паузу, чтобы заметить, что длина красного отрезка, соединяющего точку с горизонтальной осью на верхнем графике, в точности равна длине такой же красной линии на комплексной плоскости. Таким образом мы переносим мгновенные значения сигнала на комплексную плоскость. Вращающаяся белая линия показывает, как быстро мы наматываем исходный сигнал на плоскость. В данный момент скорость намотки составляет 1 оборот за условную секунду. Как раз за это время красная точка на графике исходного сигнала пробегает его весь слева направо. Пока процесс приостановлен, присмотримся к графику сигнала и попробуем увидеть, какой у него период колебаний. Если вы увидели 0,1 секунды, поздравляю, так и есть. Период колебаний сигнала 1,1 секунды, а его частота получается делением единицы на период, что дает 10 Гц. Желтая точка на комплексной плоскости показывает, где находится центр масс получившейся красивой фигуры. Если бы мы согнули такую загогулину из проволоки, то могли бы поместить ее на острие иглы, или повесить за ниточку в центре масс, и наше изделие сохраняло бы горизонтальное положение. Этот центр учитывает и количество витков сигнала, которые могут сделать некоторые части контура фигуры как бы толще и тяжелее в физическом смысле. Продолжим процесс моделирования. Теперь наматывание происходит вдвое быстрее. Два оборота за условную секунду. По мере формирования фигуры центр масс перемещается в начало координат. Справа внизу желтая вертикальная линия отображает расстояние от центра масс до начала координат на комплексной плоскости для соответствующей частоты наматывания сигнала. Эта же линия проведена и на самой плоскости для удобства наблюдения. Итак, мы продолжаем моделирование, постепенно увеличивая частоту наматывания и наблюдая за поведением центра масс и формы получающихся фигур. Самое интересное начинается при достижении равенства частоты вращения белой линии и частоты самого сигнала. Центр масс уезжает из начала координат, и мы видим соответствующий пик на нижнем правом графике с частотами. А сама фигура уже не похожа на цветочек, а напоминает листочек. Место расположения пика на графике соответствует частоте намотки сигнала. Продолжим увеличивать частоту намотки. На комплексной плоскости снова получаются фигуры с центром масс вблизи начала координат. В итоге мы перевели наш исходный сигнал из временного домена, зависимости величины сигнала от времени, в частотный домен, зависимость величины сигнала от частоты. Кстати, что насчет нулевой частоты намотки сигнала? Промоделируем это. Теперь белая линия лежит горизонтально, и по ней бегает красная точка. Центр масс расположился на расстоянии, соответствующем общему подъему сигнала над нулевым уровнем. На графике частот появился соответствующий пик на частоте 0 Гц. Его высота равна постоянному смещению сигнала относительно нулевого уровня. Сейчас я делаю сигнал симметричным относительно нуля. Снова запускаем моделирование. Видно, что центр масс довольно скоро перемещается в начало координат, и никакого пика на нулевой частоте теперь нет. Также замечаем, что отрицательные значения сигнала выглядят на намотке как зеркальное движение красной точки относительно направления белой линии. При совпадении частоты сигнала с частотой намотки мы теперь видим не листочек, а смещенную от начала координат окружность. А что если входной сигнал состоит из нескольких разных частот? Проверим и это. Я меняю функцию, формирующую входной сигнал, так чтобы она выдавала нечто вроде двухтонального DTMF. Пусть там будут частоты 3 и 7 Гц. Запускаем и немного ждем. Я ускорю процесс на видео. Как видите, никаких проблем в выделении отдельных составляющих нет. Можно еще добавить сигнал. Например, 15 Гц. И снова все сработало. Теперь, когда визуально стала понятна работа преобразования Фурье, немного скучных формул. Обозначим функцию, генерирующую сигнал, как G от TKT. Здесь TKT означает время снятия катого отсчета сигнала. Ведь величина сигнала меняется именно во времени. Вращение белой линии на комплексной плоскости с частотой F описывается двумя функциями. Одна отвечает за изменение горизонтальной координаты, а другая за вертикальную. Получающаяся точка с координатами XY вращается против часовой стрелки вокруг начала координат на постоянном единичном расстоянии, делая f оборотов за одну секунду. Чтобы получить координаты точек контура намотки функции G от T на плоскость, нужно умножить координаты вращающейся точки на значение функции G от T. А чтобы получить координаты центра массы для частоты намотки F, нужно посчитать средние значения для X и Y отдельно. Здесь N большое, количество значений входного сигнала. В реальности это значение сигнала, выдаваемое от CP. Чтобы перейти к координатам на комплексной плоскости, умножим выражение для вертикальной составляющей MY на мнимую единицу I, соответствующую вертикальной составляющей в представлении комплексного числа на плоскости. Получаем формулу для дискретного преобразования Фурье. Выражение в квадратных скобках соответствует формуле Эйлера. Заменяем косинус и синус на формулу Эйлера. И в пределе можно перейти к интегральному представлению. В литературе встречаются разные определения этого преобразования, отличающиеся множителем перед интегралом и знаком перед I, влияющим в нашей интерпретации на направлении намотки сигнала. Минус меняет намотку в направлении часовой стрелки. Классическое преобразование Фурье на бесконечном интервале из вики выглядит так. Здесь видно, что поменялся нормировочный множитель перед интегралом, частота f заменена на циклическую частоту омега и поставлен минус перед мнимой единицей. Сегодня мы узнали, что такое преобразование Фурье и как оно позволяет из сложного сигнала выделить отдельные частотные составляющие. Если хотите продолжение этой темы, ставьте лайк под видео, а в следующий раз продолжим с DTMF, применяя полученные здесь знания. До встречи!